Распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, об этом объявила Всемирная Организация Здравоохранения. Это значит, что заболевание распространяется по всему миру и большинство людей не обладает иммунитетом. Геном этого вируса внешне напоминает корону солнца во время затмения. Появившись в конце прошлого года в китайской провинции Ухань, зараза стала стремительно распространяться. На данный момент заболели более 118 тысяч жителей в 114 странах, в том числе и в России. Болезнь протекает как серьезное воспаление легких, при этом передается как грипп. А первые симптомы легко спутать с обычным ОРВИ. Повышение температуры выше 38 градусов, там может быть и выше доходить до 39. Это недомогание, головокружение, головная боль, боли в мышцах. Ну и где-то через 2-3 дня присоединение кашля с трудноделяемой мокротой. Кашель сухой, такой мы его называем, непродуктивный. Вот, конечно, терпеть и заниматься самолечением, конечно, не нужно. Плюс, конечно, учитывать все врачи должны, учитывать данные так называемого эпитонамнеза. В отличие от гриппа, коронавирус распространяется не столько воздушно-капельным, сколько контактным путем. Поэтому специалисты рекомендуют избегать массовых скоплений людей. В том числе нужно ограничить поездки в общественном транспорте и даже перейти на домашний режим работы. Регулярно необходимо мыть руки, обрабатывать помещение с помощью ультрафиолетовой лампы. А вот медицинские маски эффективны больше для заразившихся, чем для окружающих. На самом деле эпидемиологи используют специальные костюмы противоэпидемической защиты. Но и маски есть профессиональные, медицинские. Есть простые марлевые повязки, которые защищают только от пыли. Естественно, когда нет более профессиональной, можно использовать хоть какую. В любом случае, какие-то капли, которые несут на себе частицы вируса, могут быть такой маской задержаны. Но рассчитывать на одни маски я бы не стал. Между тем, в самарских аптеках масок нет уже больше месяца и новых поставок не предвидится. Опустили даже полки со строительными масками в хозяйственных супермаркетах. При этом, сами самарцы признаются, что коронавируса опасаются не сильно. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, что такое коронавирус? Ну, это болезнь очень опасная. Ну, вы ее сами боитесь? Ну, я стараюсь гулять на свежем воздухе побольше и соблюдать все, что рекомендовано. Мыть руки и так далее. И, в общем, витаминов побольше есть. Боитесь коронавируса? Нет, не боюсь. Почему? Я не думаю, что это что-то опасное. От пневмонии тоже умирают. Да и велосипедисты вон ездят, могут убить. Поэтому я не боюсь этого. Тем временем стало известно, что самарцам из-за коронавируса начнут измерять температуру на работе. Пока речь идет о бюджетных организациях. Роспотребнадзор советует работодателям в обязательном порядке отстранять людей, у которых зафиксируют повышенную температуру тела и проследить, обратятся ли они к врачу. О беспокойной ситуации и в эшелонах власти. Ситуация очень такая нехорошая. Ситуация очень опасная. Мы не знаем, что это за вирус. Понимаете, ведь никто слух об этом не говорит. На самом деле, он скажет, что за вирус, мы точно не знаем. Получить просто вирусный какой-то препарат пока мы не можем. И лечат этих больных. То есть организм сам выстаивает, а мы ему помогаем бороться с этим вирусом. При этом в Китае, откуда пошло заболевание, сообщают, что страна уже преодолела пик заболеваемости коронавирусом. В КНР заявили, что пандемия может завершиться уже к июню.